Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайта AnikStudio Edition, и сегодня я покажу вам второй урок о создании специальных эффектов в программе Adobe After Effects с использованием Track Motion. Это второй урок, как я уже сказал, первый вы можете посмотреть у меня на сайте, либо на моем канале ютубовском. Это второй урок, который показывает, как использовать Track Motion и создавать эффект границы для каких-то определенных объектов. То есть, допустим, рук. Вот сегодня мы сделаем примерно вот такой эффект, надпись, которую я ограничиваю руками. Также мы можем создать какой-нибудь магический объект, также создадим его. И тоже поместим сюда его, и будем им управлять. Итак, ладно, поехали. Для начала нам нужен сам футаж, вот он. То есть, я здесь управляю каким-то объектом. Вот, видимым, невидимым. Теперь нам нужно создать какой-нибудь объект, который мы поместим как раз в центру суда. Ну, в моем случае я создал текст. Вот, ну, пишем какой-нибудь текст произвольный. NikStudio Edition. Я этот текст немножко украшу рамочкой какой-нибудь белой, чтобы было видно. Вот, ну, допустим. Теперь мы его поместим так, чтобы он соотносился с размером. То есть, мы должны задать расстояние, которое будет между наших рук. Хотя бы примерно, хотя бы начальное. Вот. И так это будет примерно вот, ну, вот так вот где-то. И, естественно, самое главное, нам нужно указать Anchor Point. То есть, это та точка, Anchor Point, вот она. Это та точка, которая будет сопоставлена с нашим трекером, с нашим Track Point. Для этого мы перемещаем наш Anchor Point немножко вот наверх. То есть, я где-то, где-то в середину его помещу. То есть, вот где-то, где-то сюда. Вот, примерно поставили. Теперь нам нужно перейти в инструмент Track Motion. Для этого нажимаем также Window, Tracker. Мы переходим в наш старый добрый трекер. И здесь мы выбираем Track Motion, Track Type Transform. И выбираем Position, Rotation and Scale. То есть, у нас будет три параметра, которые будут изменять нашу позицию, повороты и приближение-отдаление. Теперь мы указываем наши точки. То есть, мы должны указать первую нашу точку. То есть, это где-то, примерно, рука. И вторая, то есть, это где-то вторая рука. Мы видим направление, то есть, от первой до второй точки будет двигаться. Также указываем руку, можем указать, где именно наш эффект должен появиться. То есть, ну, я где-то вот так вот укажу. Здесь тоже, чтобы не прямо на руках, а вот немного в таком пространстве. Вот, ну и примерно вот такую вот область для определения нашей точки. И нажимаем Forward. Теперь у нас трекер заработал и как бы определил наши, как раз, точки. Там, где будут располагаться наши значения треков. Вот, теперь выбираем Edit Target. Выбираем надпись Next to the Edition. Нажимаем ОК и нажимаем Apply. Здесь выбираем Amplified Dimensions X and Y. И нажимаем ОК. Теперь наши точки привязаны. И теперь, если мы просмотрим, то наша надпись будет двигаться вот как раз в нашем таком, в наших руках. Вот, и, конечно, она немножко коряво двигается, но это потому, что у меня такой футаж немножко корявый. Вот, то есть я не совсем корректно проставил Track Motion. Но, в любом случае, вы можете всегда перейти в Untitled и поставить Track Point, то есть как вам надо. Либо просто двойной клик, и здесь вручную можно настроить по желанию эти все трекпоинты. Вот, теперь мы получили, как бы, вот, эффект, ну, уже лучше, конечно. Вот, эффект текста, то есть как бы мы управляем объектом. Это вот один из способов, как можно создать вот такой вот красивый эффект. Теперь мы создадим какой-нибудь магический, какой-нибудь магический объект. Для этого нажимаем Layer, New Solid. Заливаем черным цветом, нажимаем ОК. У нас появился черный цвет. Теперь применяем к этому верхнему слою эффект Noise and Grain, Fractal Noise. У нас появился вот такой вот примерный эффект. Теперь мы должны перейти во вкладку Transform и немножко уменьшить Scale. То есть мы немножко отдалим нашу текстуру. Вот, ну, где-то вот так вот оставим. Создадим здесь ключики Evolution, то есть нажмем на часы, поставим на конец. И как-нибудь выкрутим несколько раз нашу эволюцию для того, чтобы у нас двигалась текстура. Вот, теперь перейдем к эффекту Effect Color Correction Curves. В этом эффекте зададим цвет нашей текстуры. Я немножко сделаю ее более контрастной. И добавлю цвета, ну, не знаю, сейчас какой получится. Вот, может быть, фиолетовый, не знаю. Ну, ладно, вот красный, я думаю, будет неплохо. Даже вот оранжевый, я думаю. Вот, где-то оранжевый будет, я думаю, неплохо. Теперь мы сделаем маску. То есть мы переходим инструмент маски в инструмент круга. Зажимаем кружок. То есть у нас будет где-то вот примерно вот такой вот объект. Настроим маску, кстати, поставим значение Mask Feather. Чуть побольше. Ну, чтобы была немножко расплывчатая такая вот текстура. Mask Expansion тоже можем либо побольше поставить, либо, наоборот, поменьше. Но в любом, в моем случае, я поставлю чуть побольше. То есть у нас будет такая вот текстурка. Вот, я добавил немножко контрастности. Ну, у нас получился вот такой вот примерно. И также настроим Anchor Point. Поставим Anchor Point где-нибудь сбоку. Где-нибудь вот здесь. Чтобы у нас находился в центре наш вот этот магический такой вот объект. Ну, не знаю, как это назвать еще. Вот. Теперь перейдем в Antitlet. Выберем цель Black Solid. Нажмем ОК. И Apply. И жмем еще раз ОК. Теперь мы будем видеть то, что наш магический объект расположен по центре. И он будет, в принципе, у нас двигаться в центре. Итак, надо все это дело прогрузить. Вот. И теперь мы получили магический объект, который у нас двигается в центре. Вот. Такой вот небольшой. Вот. Таким образом можно создавать эффекты. Такие вот. Такие вот небольшие эффекты, несложные. Вот и все, что я хотел сказать. С вами был я, админ сайта NX Studio Edition. Заходите на мой сайт, смотрите обновления. Скоро выложу еще несколько... Еще парочку уроков, как сделать специальные эффекты, как в этом видео. Ну, в принципе, и все. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok